Добрый вечер на канале Бук ТВ. Большие итоговые новости в студии Виталия Матюшин. Неделя позади. Самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главные темы сегодняшней программы. В крупнейшем экономическом центре Объединенных Арабских Эмиратов в городе Дубай прошла крупномасштабная выставка Экспо-2020. В большом списке представителей и делегация Брестской области. Чем запомнилась эта поездка ее участникам? Материал Анастасии Ноздрил-Плотницкой. Геноцид еврейского народа, рано нанесенное всему человечеству без исключения. Преступление, бросившее вызов нравственности и разуму, ставшее крайним проявлением зверской сути нацизма. Прошло уже 80 лет, но боль и ужас от жестокости карателей не утихает. В Бресте прошли мероприятия, посвященные Международному Дню Памяти Жертв Холокоста. «Мы должны всегда уметь говорить спасибо друг другу» – слова или мотив встречи, которая прошла в Брестском горесполкоме. В торжественной обстановке состоялось награждение наиболее активных участников первого зимнего фестиваля ярмарки «Берестейские сани». В эфире еженедельная программа «Итоги недели» и мы начинаем. Начало года с деловым колоритом. Делегация Брестской области приняла участие во всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае. На мероприятии представлены павильоны 192 стран, которые готовы и заинтересованы в поиске новых партнеров и развитии планомерного долгосрочного сотрудничества. Уникальный проект объединяет на своих площадях самые перспективные разработки, самые интересные экономические и маркетинговые решения. Это как раз-таки тот вариант, когда важно и себя показать, и на других посмотреть. Большой диалог подразумевает заключение контрактов и соглашений. Для представителей делегации Брестской области это общение воплотилось в реальные цифры. Чем запомнилась эта поездка ее участникам и что дальше? Ответ на эти и другие вопросы прямо сейчас. Город Чудо или Париж Персидского залива, крупнейший экономический центр объединенных Арабских Эмиратов Дубай, на достаточно продолжительное время стал местом концентрации всего самого нового и передового, что сегодня есть в мире. Сюда съехались участники крупномасштабной выставки «Экспо-2020». В большом списке представителей оказались и делегаты из Брестской области. Представители предприятий Санта-Бремор, Бархим, Кобринского маслодельно-сыродельного завода, Брестского мясокомбината, групп компании «Стим» и первой аккумуляторной компании, научно-технологического парка и национального парка «Беловежская пуща». Возглавил делегацию заместитель председателя Брестского области полкома Дмитрий Городецкий. На большую экономическую площадку ехали с конкретными целями. И очевидные первые результаты есть. 14 подписанных договоров на общую сумму около 18 миллионов долларов. Думаю, что сама возможность представить экономический инвестиционный потенциал, туристический потенциал нашей области, именно для партнеров из Арабских, Объединенных Арабских Эмиратов, это тоже хорошие возможности для работы, в том числе на перспективу. Заключили контракты порядка 18 миллионов в целом с Арабскими Эмиратами на сумму около 8 миллионов рублей. Для сравнения могу сказать, что экспорт у нас в Арабские Эмираты за прошлый год составил около 5 миллионов долларов. Одним из перспективных направлений для развития сотрудничества на ближайшее время может стать туристическая отрасль. Об этом рассказали журналистам представители делегации в рамках итогового брифинга. Выходцев из стран с горячим климатом в своем большинстве интересуют отдых в тех государствах, где достаточно зелени и приемлемые теплые температуры в летний период. Беловежская пуща может стать точкой притяжения иностранцев, а также местная здоровительная база. По итогу после презентации состоялся разговор с двумя представителями. Один представитель ливанской компании по поводу отдыха ливанцев и с Арабских Объединенных Эмиратов тоже представитель. По крайней мере, они планируют в апреле месяце приехать сюда к нам. Поэтому, возможно, у нас что-то и получится в плане возможности привлечь на отдых представителей из того региона. В числе намеченных договоренностей сотрудничество с несколькими странами по вопросам поставки продуктов питания. Сегодня многие государства заинтересованы в том, чтобы завозить на свою территорию как можно больше натуральных и полезных продуктов. У Брестского региона для этого имеется достаточный потенциал. Будем говорить откровенно, наши продукты, они очень качественные. И при этом конкурентные по ценовому фактору. Поэтому, я думаю, в перспективе, имея такие позиции на мировом рынке, можем тоже вполне диктовать свои условия. Ну а зная о том, что все-таки потребность продовольствия в мире растет, цены на него увеличиваются, поэтому есть хорошие ниши. Как по количественному фактору объема реализации, так и по ценовому. В один из дней выставки сотрудники Брестского научно-технологического парка представили на экспозиции концепцию умного города «Смарт-Брест». Это территория инновационного развития, в которую может превратиться квартал, ограниченный улицами Московская, Пионерская и Янки-Купалы. На площади в 120 гектаров могут разместиться безопасные производства, офисы для IT-компаний, выставочные залы, торговые площадки. Фактически визуализация уже есть. Дальше у нас в планах это все-таки так называемый проект детальной планировки этой территории. Тогда это уже будет с точки зрения архитекторов, градостроителей, урбанистов. Понятно, что мы хотим видеть в будущем уже конкретно, ну уже не так как бы детально полностью, а именно большая конкретика, что мы могли бы сделать на этой территории. Кроме того, так как инвесторы из Дубаев стремятся аккумулировать в своей стране самые передовые разработки, они особенно заинтересовались брестскими ноу-хау в сфере медицины и прогнозирования колебаний финансового рынка. Уже нефть на самом деле занимает не самую большую долю их ВВП. Там есть финансы и там есть торговля. То есть они становятся центром, который накапливает у себя огромное количество информации с точки зрения финансов, торговли. Еще добавляется в последнее время это здравоохранение и медицина. И вот здесь мы можем их, мне сказать, что удивить, быть им полезными. То есть у нас есть ресурс, это человек, который может запрограммировать системы, которые будут анализировать эти большие массивы данных. Соответственно, здесь все-таки мы пришли к определенному пониманию, что нам готовы предоставить какую-то данную и проверить, насколько мы умеем, либо не умеем с этими данными работать и выдавать соответствующий анализ. В целом, по мнению всех участников брифинга, поездка на Экспо-2020 удалась. Причем как с точки зрения деловых контрактов, так и в сфере расширения границ и понимания того, куда движутся экономика и технологии. Сегодня многое предстоит переосмыслить, а после положить на бумагу, чтобы в ближайшей перспективе интересные идеи воплотились в перспективные проекты. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щербай, Юрий Лемонтович. Специально для программы «Итоги недели». Важное за семь дней в программе «Итоги недели» мы продолжаем. На протяжении трех с половиной недель по всей стране проводилось всенародное обсуждение изменений и дополнений, внесенных в новый проект Конституции Республики Беларусь. Итогом проделанной работы стали порядка девяти тысяч предложений граждан, поступивших в Национальный центр правовой информации. Но многочисленные встречи и диалоговые площадки, посвященные теме референдума и политике государства, все еще продолжаются. Не впервые посещает Брест и депутат Палаты представителей Национального собрания, заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Олег Гайдукевич. Встречи с его участием прошли на базе Брестского государственного технического университета и унитарного предприятия «Гефесттехника». Все подробности в материале Людмила Логодич. Гость с первых минут создал непринужденную атмосферу и сумел расположить к себе, поздравил студентов с окончанием сессии, похвалил буфет вуза и признался в любви к нашему городу. Депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич буквально месяц назад уже встречался со студентами и преподавателями Брестского государственного технического университета, а потому многие здесь повторно. От тем локальных перешли к геополитике. Настроение встречи сменилось, ведь ситуация на границе Беларуси на грани военного конфликта. Европа воевать не готова, не хочет воевать, никакой войны не нужны. Германия очень сильно сопротивляется этой риторике воинственной, которая есть. От кого у нас учили, давайте тогда разбираться дальше. Кто наиболее воинственно настроен? Украина сейчас. Я Украину всю объехал. Это не Киев, это не Одесса, это вот Львов западный, западная Украина. Вот им хочется повоевать, какой-то части, которые воспитаны вот на этом жестком национализме. Кто еще? Литовцы. У них воинственная риторика, но вся армия – это три танка, один самолет и солдаты на лифте. Спустятся вместе с президентом и упадут в бой. Сказка опять, не будет войны. То есть кто хочет воевать? США. А как сами? Нет, только чужими руками. Депутат подчеркнул, что политическая ситуация в мире и события вокруг Беларуси имеют прямое отношение к грядущему референдуму и новой Конституции. Ведь чтобы сохранить суверенное государство для граждан завтра, необходимо уже сегодня создать такой закон, который сможет обеспечить стабильность на десятилетия вперед и позволит нашей стране быть устойчивой к любым негативным факторам и внешним воздействиям. А самое важное, что в его создании принимали участие сами люди. На мой взгляд, вот эта Конституция, которую мы сейчас вынесли на референдум, она по-настоящему народная, потому что все, что там написано, это люди хотели. Не чиновники, не депутаты, люди. Защита семьи – мы это сделали. Защита здоровья, то есть, чтобы бесплатное было здравоохранение. Они это получили, люди. Они об этом говорили. Сохраните социальную ориентированность Конституции. Развейте это. Сделали молодежь. Она хотела, чтобы в Конституции было больше указано на молодежь и на ее роль. Это сделано. Геополитический выбор страны. Мы написали, что мы больше не нейтральное государство, мы миролюбивое государство. Мы будем защищать свои национальные интересы. Это тоже люди хотели. Без ядерных статов, что убрали. То есть, все начиная на родовласть. Ведь был запрос еще в 2020 году, был запрос на родовласть, на развитие демократии, гражданского общества, политических партий. Это все в Конституции, в обновленной предусмотрено. Студенты слушались с интересом. Ведь им не безразлична тема будущего, возможности самореализации, социального и карьерного роста. Все, что заложено в новом проекте, касается каждого. Очень важно проводить такие мероприятия, потому что мнение молодежи сейчас должно учитываться обязательно, так как нам жить в этой стране. Реферант нужен, в первую очередь, для того, чтобы усовершенствовать вообще наши законы и правила, по которым нам нужно жить в государстве. Потому что весь мир движется к прогрессу, к совершенствованию. И мы должны, скажем так, идти в ногу со временем. Идти в ногу со временем привыкли и на унитарном предприятии «Гефесттехника», которое стало второй площадкой для встречи с участием Олега Гайдукевича. Работа здесь давно стала синонимом стабильности и хорошей оплаты труда. И для сотрудников важно не потерять достойный уровень жизни и социальные гарантии. Все это планируется изложить в обновленные конституции. А цель экспертов в ходе таких встреч – детально разъяснить те идеи, которые были заложены в проекте основного закона. После того, что сейчас люди смотрят, происходит вокруг нашей страны, в регионе, в Европе. Они не хотят потерять то, что мы сделали за эти 30 лет. Никто не хочет начинать страну строить сначала. И это основное. И каждое новшество конституции, которое они считают, они задают вопрос. Мы не сломаем то, что было. Мы делаем эволюционно. Мы не будем разрушать и начинать сначала. И когда они понимают, что это движение вперед, но без разрушения, что систему власти мы ломать не будем, систему ценностей наших мы ломать не будем, а наоборот хотим сохранить ее и передать детям и внукам, они успокаиваются, и обсуждение становится еще более конструктивным. Цифра достаточно немалая. Было охвачено практически все предприятия и учреждения города Бреста. Встречи носят определенный важный характер, потому что людей интересуют разные статьи изменения в Конституции. Кого-то интересуют больше политические мероприятия, кого-то больше интересует социальная направленность и ориентирование нашего государства в дальнейшем. То есть, как мы будем жить, чем мы будем питаться, с кем мы будем дружить, какие ориентиры в нашей стране будут. И видно, что подходы именно Конституционной комиссии, которая работала над проектом Конституции, она достаточно глубока. То есть, она затронула все аспекты жизни нашей страны. И, в принципе, те аспекты, которые будут, наверное, определять будущее нашей страны. Людмила Логодища, Дород Бакунович, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Вы смотрите программу «Итоги недели. Говорим об актуальном». В Бресте прошли мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста. Традиционно в эту дату общественность города собирается у мемориального знака, установленного в память о 34 тысячах евреев, узниках гетто. Его в Бресте создали гитлеровцы в конце 1941 года, в котором в нечеловеческих условиях за колючей проволокой жили тысячи евреев. Меня чем через год оно было полностью уничтожено. За одну ночь с 15 на 16 октября фашисты расстреляли почти 17 тысяч человек. Для Бреста, половина населения которого была уничтожена фашистами в годы войны, Холокост стал беспрецедентной за всю тысячелетнюю историю трагедии. Прошло уже 80 лет, но боль и ужас от жестокости карателей не утихает. К мемориалам и памятникам возлагаются цветы и зажигаются свечи. На конференциях, посвященных памяти, детям рассказывают о героях того времени, которые смогли ценой своей жизни сохранить жизнь следующим поколениям. Холокост – это слово из латинской Библии означает «всесожжение». Сегодня под этим термином понимают массовое уничтожение социальных и этнических групп во время существования нацистской Германии. Палачи сумели создать масштабную, хорошо отлаженную систему по уничтожению людей, которая почти никогда не давала сбоев. Гетто, так называемые фабрики смерти, бесчисленные списки потенциальных жертв, Холокост по праву называется одним из самых чудовищных и непростительных преступлений, которые когда-либо были совершены человеком. Сегодня очень трудно говорить о точных цифрах жертв Холокоста. Официальное число, озвученное в ходе знаменитого Нюрбинского процесса – 6 миллионов загубленных судеб. Цифра, за которой кроется боль, отчаяние и сломанные жизни. Я думаю, что пока мы помним, мы в безопасности. Именно память останавливает нас от новых преступлений, от новой вражды, от новых войн. Память – это очень великая сила, потому что уходит поколение, которые были участниками этой катастрофы. И они передают своим детям, своим внукам все, что они помнят, все, что они видели, все, что они делали. И это, на мой взгляд, важная составляющая нашей памяти. Брестское гетто фашисты организовали в декабре 1941 года. Периметр в 6 километров, огороженный колючей проволокой, стал для евреев из Бреста и окрестных деревень адом, в котором приходилось выживать. Спустя год тех, кто сумел выстоять, несмотря на нечеловеческие условия, расстреляли. Даже спустя годы современному человеку невозможно сдержать слез, вспоминая погибших и родных. Эту боль до сих пор чувствует весь еврейский народ. Ведь их предков не просто пытались уничтожить. Каратели заранее расправлялись с памятью, надеясь, что никто не сможет выжить в аду. 80 лет 34 тысячи жизней человеческих перестали существовать просто потому, что они евреи. Не потому, что они стояли с оружием в бою, а просто потому, что они евреи. Для меня память об этих людях священна. Мои родители, братья моих родителей и сестры, все сражались на фронте. Все воевали. Один дядька дошел до Берлина, один до Вены. Они пришли туда не мстить. Они пришли туда, чтобы убить эту фашистскую гадину. Очевидно одно. Сегодня память – это то, что способно таких ошибок не допустить впредь. Около двух тысяч украинцев признаны праведниками мира. В моей родной столице за время оккупации было расстреляно только в Папино, Яру, более ста тысяч людей. Это травма. Мы, наше задание – сделать все, чтобы это не повторилось в будущем. И помнить, к чему приводят тоталитарные нацистские движения. Во время мероприятия Равин Бреста Хаим Рабинович по традиции прочел на иврите поминальную молитву. А дети желтыми звездами на груди. Под аккомпанемент гитары прочитали пронзительные стихи обо всех жертвах войны. После чего все участники церемонии возложили к памятному знаку венки и цветы. Завершился митинг минутой молчания. Для меня День памяти – это, на первых, личный, потому что у меня семья тоже. Мой дедушка приехал один, вся семья погибла. И мировой или наш городской масштаб – это очень важный, как все повторяют, и это обязательно надо повторить, это память. Вот эта память дает нам не только не забыть, а то, что не повторилось это. И я стараюсь все время, и мы в синагоге, мы все время молимся за погибших, и рассказываем детям, и они учатся об этом, они читают, для того, чтобы они знали, им было в крови, что такого никогда не должно повториться. Что такого не было никогда, ни для евреев, ни для неевреев. На какой нации такого не должно быть. Да, память о таком страшном событии, как Холокост, не должна стать очередной перевернутой и забытой страницей истории. Чтобы этого не случилось, необходимо передавать ее через поколения. Ведь настанет то время, когда некому будут рассказывать свои воспоминания. Именно поэтому порядка десяти брестских школьников пришли в кинотеатр Беларусь, где вместе с героями киноленты перенеслись в жуткую реальность Второй мировой войны. Просмотр картины оставил след в душе каждого из ребят. Ведь как бы ни хотелось, трагическая участь, которая постигла 6 миллионов ни в чем не повинных людей, совсем не вымысел. Просмотр таких фильмов вызывает неодорожное впечатление, то есть остается определенный осадок. Не стоит доводить до военных конфликтов между странами. Это показывает то, что история повторяется по кругу, и мы должны учить свою историю. Мы должны понимать, что все мы равны, каким мы народом мы бы не являлись. Мы как молодое поколение должны это помнить, не забывать и, конечно же, не допустить, чтобы это повторилось во второй раз. После увиденного школьники с особым чувством отправились к памятнику жертвам геноцидом, где возложили цветы, отдавая дань светлой памяти погибшим, и в знак того, что величайшая катастрофа человечества не будет придана забвению. Сегодня отмещается день памяти жертв Холокоста. Действительно, Союз молодежи присоединился к данным мероприятиям и активно реализуют диалоговые площадки, митинги в столь траурных местах во всей Республике Беларусь, в Брестской области. Порядка 30 мероприятий сегодня-завтра состоится и в данный момент проходит. Конечно, год исторической памяти для молодежи – это очень важно. Мероприятия в память о тех страшных днях продолжились в Большом зале Брестского райисполкома. Сюда пришли историки, ветераны, а также школьники при Бужье. Помнить ради общего мирного будущего – вот та самая тема, объединившая абсолютно разные поколения. Проблема памяти, исторической памяти, очень важна для всех, особенно для подрастающего поколения, поскольку человек всегда помнит, что с ним происходило, совершает какие-то ошибки в жизни, пытается их исправить. Человек подрастает, затем, конечно же, он видит, куда идет, зачем идет, старается исправлять совершенные ошибки, чтобы не допустить их в будущем. И, конечно же, проблема исторической памяти, когда человек вырастает, очень важна, потому что это память целой нации. Мы стараемся не допустить ошибок прошлого, чтобы сохранить мирное будущее. Учащимся рассказали о памятной дате, показали видеоролики, но самым главным стало то, что школьники сами вызывались говорить об этих страшных событиях. Ведь в каждом уголке Беларуси можно найти свою историю Холокоста. На территории района таких было три – в Томашовке, Чернавчицах и Домачево. А учащиеся этих школ хорошо знают об истории Холокоста на территории их малой родины. Тема моя – гета в Чернавчицах. Тема мне пришла как-то спонтанно, еще в девятом классе, когда мы начали изучать историю своей страны, период Второй мировой войны, Великую Отечественную. И мне загорелось желание узнать что-то новое о своей деревне, о том, что здесь происходило в то время. Информацию я собирал в основном от своего деда, увы, его уже нету в живых, ну и от своей бабушки. Также мне помогла учительная история Маргарита Ивановна. Она дала мне необходимые источники информации, которые я и использовал в презентации. Холокост – это рана, нанесенная всему человечеству без исключения. Это преступление, бросившее вызов нравственности и разуму, ставшее крайним проявлением зверской сути нацизма. Сколько бы ни прошло времени, память об этой трагедии не сотрется, а боль не станет менее острой. Анастасия Мелешкевич, Людмила Логодич, Александр Воронин, Эдуард Бакунович. Специально для программы «Итоги недели». О других событиях и мероприятиях. Белорусская таможня подвела итоги работы за 2021 год. Каждая область внесла огромный вклад в развитие экономики нашей страны. За прошедший год в казну государства, благодаря деятельности сотрудников, поступило свыше 6 миллиардов белорусских рублей. Итоги работы за 2021 год обсуждались на республиканской онлайн-конференции, где представители таможни со всех областей имели возможность отчитаться о своих достижениях. Среди участников диалоговой площадки не последняя роль отведена Брестской области. Александр Богданович о том, как сработала Брестская таможня в 2021 году. Все подробности прямо сейчас. Брестская таможня стала одним из ключевых участников республиканской конференции по итогам работы за 2021 год. Диалоговая площадка проходила в онлайн-формате. Обсуждались ключевые вопросы, в их числе административные и уголовные дела, поток физических лиц в период пандемии, успехи, достигнутые за год, а также суммы, поступившие в республиканский бюджет благодаря сотрудникам таможни. Стоит отметить, что фактическое поступление таможенных платежей в республиканский бюджет от Брестской таможни в минувшем году превысило уровень 2020 года на 62% и составило свыше 1,054,000,000 белорусских рублей. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, Брестской таможне удалось выполнить те задачи, которые поставил Государственный таможенный комитет и в целом те задачи, которые стоят перед таможенными органами республики Беларусь. Основное внимание было уделено в работе таможни на создание благоприятных условий для развития внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования, взимания таможенных платежей, ускорения товара потока и выявления и пресечения административных правонарушений и преступлений. Насколько снизился поток физических лиц в пандемию? Безусловно, эпидемиологическая обстановка сказала свое влияние на количество проследовавших и физических лиц, и транспортных средств. Так, количество физических лиц сократилось порядка 30%, количество легковых транспортных средств сократилось на 60%. Но при этом количество железнодорожных составов увеличилось порядка 10%, а количество проследовавших грузовых транспортных средств увеличилось на 14%. При этом надо отметить, что в связи с закрытием кузницы Белостовской с нашей стороны, это Бруцгиевно-Огроменском направлении, на 20% увеличилось количество транспортных средств, преследовавшихся через пункт пропуска Козловича. При этом сотрудники пристальное внимание уделяют тем, кто пересекает белорусскую границу с различными нарушениями. Только за 2021 год Брестской таможенной рассмотрено 150 сообщений о преступлениях. Для сравнения, в 2020-м подобных обращений было на 10 меньше. При этом количество уголовных дел прошлого года такое же, как и годом ранее, а именно 62. В то же время статистика по административным правонарушениям показывает рост таковых на 4% по сравнению с 2020 годом. Стоимость товаров и арестованных транспортных средств увеличилась на 55% и составила где-то порядка 15 миллионов белорусских рублей. В ушедшем 2021 и в нынешнем году сотрудниками таможни приходится работать в условиях пандемии и сложной геополитической обстановки. По инициативе сопредельных государств в ряде пунктов пропуска было приостановлено движение. В настоящий момент из 19 республиканских пунктов дорожного управления на польском направлении работает 4. Из них 2 автодорожных и 2 железнодорожных. На украинском 2. Из них один предназначен для автомобилей, другой для поездов. Кроме этого, в прошедшем году большая работа таможни была проведена по распределению личного состава. Так, таможня активно участвовала в пилотном проекте по совершению таможенных операций в республиканском центре электронного декларирования. И в настоящий момент 8 пунктов таможенного оформления принимает активное участие. Из них 4 это республиканские пункты таможенного оформления. Кроме того, на протяжении прошедшего года была проведена большая работа по передаче отдельных функций пограничного контроля должностным лицам в республиканском пункте таможенного оформления Макрана. И с 1 января текущего года мы успешно приступили к проведению паспортного контроля в отношении водителей грузовых транспортных средств. Безусловно, для сотрудников таможни 2021 год выдался тяжелым, но зато очень продуктивным. Пресечены преступления, пополнен бюджет и самые главные границы нашего государства остались надежно защищены. Сегодня уже активно реализуется план, заложенный на 2020 год. Несмотря на то, что к концу подходит только январь, уже многое получилось сделать. А какими будут результаты нынешнего года, в итоге покажет время. Александр Богданович, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ. О грамотном и рациональном сборе мусора человечество говорит уже не одно десятилетие. Этой теме посвящены сотни научных трудов, тематических видеороликов, конкурсов, викторин, заданий. Но кардинально изменить ситуацию почему-то не получается до сих пор. И здесь напрашивается логичный вопрос – почему? Ответ до боли банален и, к сожалению, прост. По-прежнему общество не может лишить себя халатного отношения, которое проявляется не всегда в каких-то глобальных вещах. По статистике, 12% от общего количества зарегистрированных в областном центре пожаров приходится на горение контейнеров. Не потушенная спичка или окурок, вылетая в общую емкость горючая жидкость, либо выброшенные в общий поток горючие материалы – все это потенциальные источники пожара, ликвидировать которые не всегда получается быстро и просто. Насколько остро стоит проблема и какими путями заинтересованные службы пытаются ее решить – ответы на эти и многие другие вопросы в нашем следующем сюжете. Эти видео и фотографии пожаров на контейнерных площадках выглядят на первый взгляд не столь примечательно, однако за маленькой бедой нередко может последовать большая трагедия. Огонь достаточно быстро перекидывается на находящиеся рядом предметы, и если сначала, словно факел, пылает только участок с контейнерами, то после пламя легко может переброситься на дома и находящиеся рядом автомобили. Сотрудники городского отдела по чрезвычайным ситуациям отмечают – к сожалению, горение контейнеров – тема актуальная для Бреста. В период с 2019 по 2021 года в среднем количество пожаров в зарегистрированных мусорных контейнерах составляет около 12%. Если в 2020 году у нас таких фактов 18, то в 2021 наблюдается небольшое снижение до 10 фактов, но в 2021 году в целом это составляет 11% от общего числа пожаров. Только в результате пожаров, произошедших в 2021 году, общий ущерб составил более 6 тысяч рублей. Согласно требованиям правил пожарной безопасности, гражданам не допускается выбрасывать в урны мусорных контейнеров непотушенные спички, окурки от сигарет и подобные предметы, способные вызвать возникновение пожара. За нарушение данных правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность с наказанием в виде штрафа до 5 базовых величин. Контейнерные площадки за последние десятилетия успели стать неотъемлемой частью дворовых территорий. Когда местные жители ответственно относятся к утилизации твердых бытовых отходов, аккуратно пользуются предложенными им емкостями для сбора, тогда и выглядит территория аккуратнее и чище. Регулярно мусорные баки опустошаются, как опустошаются и заглубленные контейнеры, которые появились в городе всего несколько лет назад. Сегодня это более безопасно и экологично. Эстетика во дворе, больше чистоты, понимаете, не лазят никакие ни животные, ни птицы не разносят отходы. Не только эти заглубленные контейнеры, но и контейнеры для сбора вторичных материальных ресурсов. Но, как правило, эти контейнеры-площадки не огораживаются, значит, со всех сторон ограждением. Это тоже, с одной стороны, настраивает людей, живущих вокруг, не мусорить. Так аккуратно выглядит контейнерная площадка по улице 28 июля. Но, к сожалению, это не везде. По наблюдениям представителей мусороперерабатывающего завода, чаще с проблемами недобросовестности в эксплуатации, они сталкиваются в центральной части областного центра. А ведь именно за халатностью, которая провоцирует пожар, кроются большие непреднамеренные расходы, которые уходят на восстановление поврежденного имущества. К сведению граждан сказать, что стоимость заглубленного контейнера, только стоимость заглубленного контейнера пятикубового, на данный момент составляет порядка 3,5 тысяч белорусских рублей. Это немалые деньги. А мешок сам, который внутри вставляется, он стоит на данный момент 720 рублей. Тоже дорогое удовольствие, вот из-за халатности людей, которые вот это вот проявляют. Сегодня Брест красивый и уютный город. И каждому из нас хочется, чтобы свою привлекательность областной центр не терял никогда. Ведь главной особенностью, которую всегда отмечали гости Бреста, была чистота и уют улиц. Да, за этой работой стоит большая команда профессионалов. Но и она не справится, если свою ответственность мы будем перекладывать на плечи других. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. И берегут то, что создается во благо. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Юрий Льмонтович. Специально для программы «Итоги недели». Мы должны всегда уметь говорить спасибо друг другу. Эти слова Александра Рогачука стали лейтмотивом встречи, которая прошла в Брестском горе-сполкоме. Здесь, в торжественной обстановке, состоялось награждение наиболее активных участников первого зимнего фестиваля ярмарки «Берестейские сани». Уникальный для областного центра проект стал бесспорно ярким событием в жизни города над Бугом. С 7 по 9 января его посетили более 160 тысяч гостей. Фестиваль отгремел. Самое время наградить наиболее отличившихся участников и организаторов. С подробностями наши корреспонденты. Уютный зал Брестского городского исполнительного комитета вновь полон. Здесь собрались все те, кто сделал проект «Берестейские сани» уникальным брестским открытием. Наработки теперь будут использованы для проведения аналогичных мероприятий в других городах региона. В зале нет посторонних людей. Здесь все те, кто заинтересован в том, чтобы областной центр постоянно развивался. На задумках и инициативах таких лидеров и создаются проекты, подобные этому. Обращаясь к присутствующим, Александр Рогачук отметил, что такие люди всегда видны, а их идеи обязательно находят отклик. Массовые мероприятия – это не только элемент развлекательного плана. Это составная часть привлекательности нашего города в целом. И как следствие привлекательности инвестиционной, туристической. То есть тоже это выходные какие-то реальные показатели. Вместе с тем абсолютно очевидно, что каких бы мы высокопрофессиональных и высокоподготовленных штатных работников учреждений культуры не имели, без опоры на руководителей предприятий, учреждений, просто неравнодушных людей, невозможно сделать мероприятие, в котором участвуют тысячи людей. Фестиваль ярмарка «Берестейские сани» стал одним из самых массовых и ярких проектов. Это было множество торговых точек с продовольственной и сувенирной продукцией, лучшие творческие коллективы, насыщенная конкурсная программа, уникальный рождественский парад «Заплыв моржей» и специально приглашенные звезды. Коллектив «Джаз-сити-бэнд» Алена Ланская, Леонид Якубович, Надежда Бабкина. Большой вклад в работу внесли все – артисты, организаторы, дизайнеры. Поэтому каждый диплом, полученный в торжественной обстановке из рук городоначальника, заслуженная награда. Самое главное – все, что ты делаешь, делаешь с любовью. Особенно для любимого родного города это, безусловно, всегда очень приятно и радует. Поэтому для нашего любимого города готовы вновь и вновь радовать какими-то новыми проектами. Новый год мы встретили весело, в труде. Рождество тоже у нас прошло в труде. Ну, как год начнется, наверное, он так вот и поведется на весь год. Мы работы не боимся, всегда за. В голове еще много интересных задумок и идей, в том числе проектов, таких которых вообще не было в Беларуси еще. И не все даже, может быть, проскакивали в России. То есть планы амбициозные. И этот проект, это мероприятие показало, что нет ничего невозможного. Особое внимание в рамках награждения было уделено участникам большого парада. Красочная платформа, представленная предприятием «Брежилстрой», действительно получилась одной из самых ярких. Строить красивые дома, строить красивый город. Мы уже умеем и хотелось что-то такое неожиданное, поэтому это мероприятие в городе впервые. И мы нашли таланты, мы нашли руководителя, который действительно навел на такую мысль, что вот этот снег, вот эта чистота, вот эта красота на машине «Брежилстрой» – это, с одной стороны, реклама, что тут настоящие специалисты, хорошие люди работают. Мы очень довольны результатом, спасибо, что такую оценку дали, высокую. Спасибо и губернатор, и мэр города. Будем дальше таким же образом участвовать во всех мероприятиях общественных. Награды нашли своих обладателей. Около четырех десятков участников церемонии – это все те, кто сделал этот праздник. Своим умом, своей фантазией, своими организаторскими способностями и, конечно же, трудолюбием. В будущем году фестиваль «Берестейские сани» пройдет в Барановичах. Однако в истории почетным первым местом проведения инициативы останется наш областной центр. Прошедший фестиваль, в том числе и этот карнавал рождественский, или как его можно по-другому назвать, показал, что в Бресте есть огромное количество неравнодушных людей, которые во имя города, во имя продвижения нашего города готовы идти и лично участвовать, и организовывать вот такие большие массовые мероприятия. А сказать спасибо по итогам – это задача в том числе и городской власти, что мы сегодня вместе с вами и сделали. Кстати, работы у этих творческих лидеров уже достаточно. Впереди день города, встретить который брещане должны также весело и интересно. Канал Бук ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, Вконтакте, а также подписывайтесь на наш канал в Ютуб. Встретимся снова в студии программы «Итоги недели» уже в следующую субботу. А я, Виталий Матюшин, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего. И, конечно же, берегите себя и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин